Всем привет! С вами Сергей, и рад приветствовать вас на канале Bastion S. Главная ошибка покупателей жилья, будь то какого-то суперэлитного, либо бюджетного жилья, в том, что они думают, что они приобрели себе квартиру с достаточно хорошей, взломостойкой и тихой дверью. По факту же оказывается, что такая дверь может скрыться секунд за 30, слышно весь подъезд, и с дверью случаются в первый год эксплуатации куча проблем в виде провисания, продувания и тому подобного, и они даже не понимают, куда им обращаться. Зачастую высокая стоимость квартиры вовсе не означает того, что каждый элемент этой квартиры, например, входная дверь, будет отвечать всем нужным вам требованиям. Только за прошедший год в одном из таких элитных ЖК мы поменяли несколько входных дверей, где стоимость квартиры начинается от полумиллиарда. То есть входная дверь там, ну, на вскидку стоимость там 300-400 тысяч рублей, квартирная дверь. Но при этом люди сталкивались с такой проблемой, что они просто с утра не могли выйти из дома. Эти двери были сделаны из массива дуба на скрытых петлях, то есть они все такие модные, красивые, но при этом конструкция была далеко не продумана, и эти двери просто-напросто провисали. И, казалось бы, приобретая квартиру за такие немалые деньги, в ней должно быть идеально все. Но, к сожалению, это не так. Если говорить о, так скажем, более приземленных ценах, об обычных московских ЖК, с какими проблемами вы обязательно столкнетесь. Если для вас одним из критериев, по которым вы бы хотели выбрать себе входную дверь, является взломостойкость, даю вам 99%, что ее там не будет. Максимум, что из себя может представлять входная дверь от застройщика, это полтора миллиметра всталь. По факту это еще меньше. 1,2, 1, 0,8 и тому подобное. То есть в таком тонком металле говорить, в принципе, о взломостойкой двери нельзя. Замки. Я встречал, что в дверях от застройщиков будут стоять итальянские замки. Но, опять же, это довольно-таки самый простой бюджетный вариант, который, ну, служить будет надежно, долго, но с точки зрения взломостойкости, опять же, не обещать вам ничего. Это основной критерий. Дальше. Если мы говорим про шумоизоляцию. Здесь, конечно, процент вероятности гораздо ниже, но, тем не менее, с ним тоже можно столкнуться. Даже отлично утепленная герметичная дверь, по факту, может даже быть просто плохо смонтирована. Когда дверь ставится пачками по 200-300 штук в день, зачастую это просто говорю о тех проблемах, которые мы, приезжая менять двери, видим своими глазами. Эта дверь либо стоит не по уровню, либо плохо запенена отсюда, плохая шумка. И это только малая часть того, что, как бы, открывается нашим монтажникам и нашим замерщикам, нашим невооруженным взглядом. Очень многие ЖК не разрешают менять входные двери. По факту, они не разрешают менять не входные двери, они разрешают менять внешний вид вашей двери. Очень много ЖК, у которых требования, чтобы все двери были одинаковые, если выполнены строго в стилистике данного дома. Здесь проблем нет совершенно никаких, потому что, ну, например, мы делаем любую дверь индивидуально по вашему заказу, с какой хотите отделкой, с каким хотите рисунком. Она может выглядеть абсолютно как угодно. Ну, по факту, происходит это следующим образом. Наш замерщик приезжает к вам на замер, привозит с собой все образцы наших отделок, и мы по факту, прям с вашей дверью просто прикладываем, подбираем нужный для вас цвет, делаем, соответственно, нужное обрамление, и дверь уходит в работу, ставим, и визуально ваша дверь ничем не отличается от той, которая стояла от застройщика. Но имеет гораздо лучшие показатели по взломостойкости, шумоизоляции, эксплуатационным свойствам открыванию-закрыванию, ну и, соответственно, стоят ключи и замки такие, которые выбрали вы, а не которые вам дали. Поэтому, если вы не готовы соглашаться на компромисс, переходите по ссылке в описании, и мы сделаем для вас идеальную дверь. Я еще раз подчеркну, что взломостойкая дверь – это дверь, в которой металл минимум 3 мм, в которой стоят два замка с разными системами запирания, а, например, два цилиндровых с разными принципами работы цилиндровых механизмов. Конструкция двери подразумевает защиту замков дополнительными пластинами, и в двери располагаются как вертикальные, так и горизонтальные ребра жесткости. Вот, кстати, одно из видео, где мы просто привезли дверь, которую заменили от одного из застройщиков довольно-таки известных, и попытались вскрыть ее разными способами, и что из этого получилось, вы можете посмотреть здесь. А вообще, подпишитесь на наш канал, обязательно это сделайте, чтобы не пропускать подобные видео, знать, что происходит в мире дверей, знать, как выбирать дверь, на что обращать внимание. Также хотел бы напомнить один немаловажный момент, что если у вас новостройка, спустя какое-то время дом дает усадку, и дверь может начать закрываться туго, то есть тригели начинают тереть от дверной короб. Здесь нужно знать, куда обратиться, к кому обратиться, что сделать с дверью, чтобы просто со временем не убить замки, чтобы она продолжила работать полноценно, нисколько не затрудняя вам удобство эксплуатации. Напишите, пожалуйста, в комментариях, с какими проблемами сталкивались вы, если вы не меняли свою дверь от застройщика. А с вами был Сергей, канал Bastion S, ставим лайки, всем пока!